Всем привет! Сегодня поговорим про наказание, про правила наказания ребенка, как наказание ребенка делать продуктивным, чтобы оно не навредило ребенку в будущем и в настоящем, а воспитало в нем здоровую личность. Смотрите, главное правило, которое должен соблюдать родитель при наказании ребенка, это наказывать лишь за то, о чем вы договорились. Условно говоря, если ваш трехлетний ребенок обрисовал обои в своей комнате фломастерами, и вы с ним перед этим не договаривались, не обговаривали то, что нельзя рисовать на стенах, наказывать ребенка за это не нужно, нельзя. То есть вы должны проговорить практически любое правило, которое нельзя нарушать. Да, вы можете сказать, что я же не буду с ним каждое правило обговаривать, потому что это будет там список вот такой. Да, так и должно быть. Должен быть вот такой список, если он действительно такой. И лучше, конечно, когда вы эти правила визуализируете, то есть возьмите какой-то условный ватман и рисуйте ребенку, что допустим, если там делать то-то-то, то будет наказание. То есть ребенок должен понимать о том, что если он будет совершать какие-то действия, о которых вы договорились, которые он понял, он усвоил, то за это будет наказание. Если вы не договорились об этом, то наказывать ребенка за это нельзя, потому что ребенок не поймет. Я приведу вам пример такой из взрослой жизни, грубо говоря, просто как бы как пример, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вы устроились на работу. Да, вы работаете там стандартно с 9 до 6, но в какой-то один из дней вы там пришли в 9.05 на работу. На это особо никто не обратил внимания. Там работа движется, всем плевать. Казалось бы, на первый взгляд, во сколько вы пришли, там опоздали на 5 минут. Потом вы пришли на 10 минут позже, на 15 минут позже, и у вас это вошло в привычку. Вы начали приходить, условно говоря, на протяжении какого-то промежутка времени на 9.30 на работу. И в один прекрасный момент, придя на работу в 9.30, вы сталкиваетесь со своим руководством, начальником. Который у вас спрашивает там, во сколько вы должны быть на работе? Вы там говорите, в 9.00. А он говорит, а сейчас сколько? Сейчас в 9.30. Он говорит, окей, вот вы пришли в 9.30, я урезаю вам зарплату в этом месяце на 20%. И что вы об этом в руководстве будете, начальнике, думать? Вы же не скажете дома, там, либо своей подруге по телефону, что вот какой справедливый у меня начальник. Да, вот он меня на 20% оштрафовал, потому что я там правила нарушила, я там пришла на полчаса позже. Нет, вы скажете, козёл, он лишил меня 20% моей зарплаты. Разве не так? Так. И он действительно в данном случае будет козлом, объясню почему. Потому что подобные правила должны обговариваться при трудоустройстве. Что, допустим, если вы опаздываете на какое-то время, не предупредив об этом, то вас будут штрафовать за это. Если такой договорности не было, то ваш директор, ваш начальник, который вас штрафует, действительно козёл. Если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок считал вас козлом, но не в буквальном смысле, но ребёнок будет считать вас несправедливым родителем. Если вы будете наказывать ребёнка за то, о чём вы не договаривались. Вертаемся опять же к вашему руководству и проводим параллель с вашим ребёнком. Вы можете спокойно при такой ситуации с начальством, который вас оштрафовал, всё-таки оштрафовал на 20% зарплаты, вы можете написать заявление и уйти. И найти другую работу с директором не козлом. Ваш ребёнок от вас уйти не сможет. Понимаете, в чём разница? Что там есть правила, которые должны обговариваться. Я не говорю, что нарушать правила, которые... Ну вы же должны догадаться были, что нельзя опаздывать на работу. Но вы же почему-то не догадались. Вас за это оштрафовали. И ваш директор козёл. А ребёнок, который должен догадываться, что нельзя рисовать на стенах. И вы его наказали. Вы при этом хорошие. Понимаете, о чём я говорю? Надеюсь, да. Что вы потом думаете? Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok